Первое, что говорят сегодня о Ведьмаке, это то, что данное произведение основано на славянском фольклоре. И теперь, глядя на трейлеры, что выпустили создатели в преддверии сериала, многие возмущаются, что Нетфликсы убили славянскую атмосферу произведения. Создатели божили, что по возможности не отойдут от первоисточника. И теперь предлагаю разобраться, насколько же в книгах присутствует славянский дух. Два ярко продемонстрированных нам существа в трейлере из славянской мифологии – это Стрыга и Гекимора. Не спорю, что источники, где Анджея Сапковский мог взять эти два образа для своей книги, могут разниться с моими. Но то, что первозданный вид обоих существ был самим автором искажен, это любой может понять. Я также в собственных произведениях иногда отхожу от каноничной мифологии и видов мифологических существ, в угоду сюжета. А ведь в отличие от Анджея Сапковского, максимально стараюсь этого не делать. Каждый писатель по-своему художник. Нельзя осуждать человека за творчество, кое, кстати, он даже никому яро не навязывал. Чем дальше, тем мифология мира ведьмака более преображается. Эльфы, краснолюды-гномы, драконы, триады, маги. А отсылки к белоснежке, диким лебедям и красавице с чудовищем вовсе ставят точку в понимании, какой литературой и чьей культурой вдохновлялся автор. Потому выжидание от сериала «Славянская атмосфера» удивляет. Даже сам Сапковский изумлялся, что его ведьмаку приписали статус славянского фэнтези. Стоит ли еще что-то говорить? Разумеется, как только в сериале будут попадаться существа из славянской мифологии, я тут же буду о них рассказывать. В книгах их больше. Может, в трейлере просто решили не показывать. Подписывайтесь, кому было бы это интересно. Лично мое мнение о данной экранизации – это то, что для современных тенденций оно подходит по всем параметрам, кто бы что ни говорил. По-своему, сильные мужчины и женщины, лица коих проявили себя главные герои. Есть любимая несчастная девочка, что в рукопашном бою дает фору здоровенным мужикам. Без нее сегодня никак. Второстепенные персонажи также не уступают в равноправии при обычаях, в коих все они живут. Даже есть подобие непобедимых амазонок. Но, судя по последнему трейлеру, создатели сериала внесут те изменения, кои абсолютно не нужны. И это грустно. Такие, как на фоне всей этой красоты, вдруг великая ведьма сражается в рукопашной на мечах. Почему она не колданула, чтобы разметать всех врагов? И зачем сильную женщину показывать конкретно слабее, чем она есть в первоисточнике, не знаем. Там уже будет девочка с мечами. Зачем запарывать уникальность персонажей? Может, это и объяснят. По поводу темнокожих людей, я до сих пор надеюсь, что в сериале объяснится их наличие на европейских улицах. Но не объяснят, если честно, и бог с ним. В конце концов, если бы не крики сегодняшних правозащитников о расизме, люди бы просто посмеялись и забыли. Если вам нравится подобная рубрика, пожалуйста, поставьте лайк и напишите свое мнение в комментариях. Я буду вам очень признательна. Судя по вашей реакции, буду знать, стоит ли еще что-нибудь рассказывать из подобных произведений. Спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!